О правах человека и про северные надбавки в Поморье прибыл советник президента Михаил Федотов. Сегодня он принял участие в форуме Арктика «Особый уровень прав человека». Подробности в начале выпуска. И еще один гость из столицы Татьяна Москалькова, полномоченная по правам человека, сегодня в Архангельске. Расскажем про визиты в воспитательную колонию. В тему о наших правах. Репортаж из Велиготского района. В центральной районе больницы инвалиды вынуждены подниматься по всем этажам на раздвижных пандусах. В новом здании не работает ни один лифт. И в конце турнир по мини-футболу из Вучегодского района. На золотую осень в этом году приехала команда из Воркуты. Обо всем подробнее прямо сейчас. Эфир продолжает «Время региона». С вами Валентина Приходько. Накануне в Поморье прибыл председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Сразу же побывал в нескольких образовательных, воспитательных и медицинских учреждениях. А сегодня встретился за столом переговоров с главой региона Игорем Орловым. Беседовали на тему защиты прав человека в арктической зоне. По словам Михаила Федотова, на севере не только природа более уязвима, чем в любом другом регионе, но и права любого человека. И отметил, что важно проявлять заботу о людях. А в решении вопросов, касающихся Арктики, во главе угла должны быть интересы человека. Напомним, Михаил Федотов и члены Совета прибыли в Архангельск для участия в форуме «Арктика. Особый уровень прав человека». Итак, основная цель визита Советника Президента в Поморье – участие в форуме «Арктика. Особый уровень прав человека». Буквально несколько часов назад стартовало пленарное заседание. Обсуждали особый статус людей, живущих в арктической зоне. Одна из основных и живых тем – отмена северных надбавок. Подробности раскроем в следующем материале. Архангельская область – один из первых субъектов страны, где 20 лет назад создали Институт уполномоченного по правам человека. Это юбилейной дате и посвящен форум. Главный вопрос встречи – правовой статус северян. Здесь сегодня обсуждают социальные проблемы региона, в том числе и северные надбавки. И тем, кто говорит, что не надо, не может быть и не должно быть никаких северных надбавок, я предлагаю просто пожить только одну ночку, но полярную. И они все поймут. Тема отмены северных надбавок поднималась и в этом году. Речь шла о работниках культуры. Жители по морю защитила закон. Работа в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Правозащитный форум – попытка создать свою экспертную площадку. Главная проблема – реализация прав человека в особых арктических условиях. В ходе работы организаторы надеются найти единые подходы к решению всех вопросов. Жители Российской Арктики должны быть уверены в экономической и социальной перспективе региона. Они не должны быть оторваны от культурной, социальной и общественной жизни страны. Только так можно удержать людей на севере и привлечь высококлассных специалистов, носителей новых знаний и технологий. Архангельск не случайно выбран площадкой для проведения форума. У региона богатый опыт освоения арктических территорий. Валентина Приходько, Анастасия Лобанова, Сергей Зелинский. Время региона. В Министерстве образования ждут умниц и умников. Уже завтра, 10 ноября, открывается регистрация участников регионального этапа телеолимпиады «Наследники Ломоносова». В результате этого отбора победители отправятся на телевикторину Первого канала в гости к Юрию Вяземскому. «Наследников Ломоносова» выберут по итогам творческого конкурса. Состоится телеолимпиада в Архангельске уже в четвертый раз. Заявку на участие могут подать десятиклассники самостоятельно, либо через официальных представителей школ. Победители регионального тура «Наследники Ломоносова» примут участие в телевикторине Первого канала «Умницы и умники». Главный приз по традиции – поступление в МГИМО. Напомним, за три года существования конкурса «Наследники Ломоносова» 12 школьников по морю получили путевку на «Умницы и умники». В этом году в Москву поедут еще пятеро ребят. Подробная информация об участии в региональном этапе по телефону на экране или письмом на почту наследники Ломоносова собакаонаеду.ру И вернемся к теме защиты прав человека. Накануне в Поморье также прибыла Татьяна Москалькова. В нашем регионе она впервые. Она сегодня является уполномоченной по правам человека в России. Она также принимает участие в форуме «Арксика. Особый уровень прав человека». А накануне посетила воспитательную колонию УФСИН в Приморском районе. Центр реабилитации и ресоциализации. Здесь воспитанники колонии готовятся к жизни на свободе. Центр за пределами исправительного учреждения. Подростки не под охраной, а под надзором. Скоро у них начнется новая жизнь. А пока не на воле привыкают к комфортным условиям и учатся решать самостоятельно все социальные и бытовые проблемы. Независимо от статуса и срока заключения, все отбывающие наказания подростки обучаются в общей школе. Обучают 10 специальностей. Сотрудники в основном это либо имеют педагогическое образование, либо наши законченные институты уголовной исполнительной системы. Они уже знают, как работать с лицами, приступившими законно. Они знают, как работать с подростками. А это комнаты краткосрочных свиданий. Есть и видеосвязь. Если родители не смогли навестить своего ребенка, можно пообщаться и таким образом. В целях профилактики рецидивов правонарушений в колонии строят храм-часовню. Скоро он будет освящен. Очень важно, чтобы ребята понимали, что у них есть шанс вернуться в нормальную жизнь. Вот именно общение с ребятами меня подвигло к тому, что нужно обратиться к субъекту законодательной инициативы и дать возможность тем, кто встал прочно на путь исправления, отбывать наказание до конца в колонии. Сегодня же тех, кому исполняется 19, переводят в колонии общего режима. Они отбывают наказание вместе со взрослыми, где совершенно другие условия. По словам Уполномоченного по правам Человека России, это неправильно. Они могли бы стать примером для вновь прибывших. Кроме того, после общения с подростками, Татьяна Москалькова решила внести еще одну законодательную инициативу – разрешить бывшим осужденным служить в армии. Многие, отбывающие наказание в воспитательных колониях, мечтают служить. Ксения Юдина, Валентина Приходько. Время региона. Почти полтора миллиарда рублей не хватает в бюджете. Именно столько задолжали жители по море по налогам. Поступление средств ожидают до 1 декабря. 967 миллионов рублей. Транспортный налог – 229 миллионов. На имущество физлицы – 219 за земельный налог. Таким образом, если народ вовремя не заплатит налоги, областной бюджет потеряет порядка миллиона рублей, а муниципальные бюджеты – 450 тысяч. Как и где заплатить налоги, можно узнать по горячей линии налоговой инспекции номер на экране. Лифты новые, но они не работают. В Великодской центральной больнице пациентам приходится подниматься на все этажи самостоятельно. А для тех, кто не может, устанавливают раздвижные пандусы. По сути, в больнице не соблюдаются права инвалидов на доступную окружающую среду. Это в новом построенном здании. Делом заинтересовалась прокуратура Великодского района. Уже состоялся суд. Решение устранить все нарушения в ЦРБ. Но как быстро и насколько это возможно сделать? Все упирается в финансы. Ситуацией разбиралась Елена Архарова. Новая трехэтажная большая строительство Ильинской центральной районной больницы закончилось в 2009 году. Проектом изначально были предусмотрены лифтовые шахты. И даже установлена часть лифтового оборудования. Но оно нуждается именно в том, чтобы его запустили. То есть новое свидетельство, а не эксплуатация, чтобы у нас была акта допуска. Только после этого мы можем их запустить. Но лифты до сих пор не работают. А это серьезное препятствие для инвалидов и людей, которые в силу возраста или состояния здоровья не могут передвигаться по этажам здания. Хирургическое и терапевтическое отделение, дневной стационар, лаборатория и прочие врачебные кабинеты – все они находятся на втором и третьем этажах больницы. Была проведена проверка и было установлено, что в больнице уже в какой-то степени имеется необходимое оборудование. Есть лифтовая шахта. В ней установлены определенные механизмы. И для того, чтобы довести дело до конца, в принципе, требуется относительно небольшое усилие и финансовое вливание. Чтобы лифты заработали, районы больницы нужно около 400 тысяч рублей. Собственных средств учреждение не имеет. Приходится ждать помощи из других источников финансирования. У нас подготовлена смета для проведения их ремонта. Отправлена заявка в Министерство здравоохранения для выделения средств в рамках программы развития здравоохранения 2013-2020 год. И высокая степень вероятности, что необходимые средства будут выделены в рамках этой программы. Наследует в 2018 году. Пока лифты не работают, людям приходится каждый раз обращаться за помощью к сотрудникам хозяйственного отдела. Те вручную помогают пациентам передвигаться по этажам больницы. Для инвалидов-колясочников устанавливают специальные раздвижные пандусы. Работникам хозяйственного отдела да, вменено и обязанность по помощи в передвижении маломобильных групп посетителей в нашем учреждении. Велиготский районный суд обязал Ильинскую больницу устранить нарушения и оборудовать лифты в соответствии с проектом здания. Срок до конца 2019 года. Елена Архарова, Алексей Випрев. Велиготский район. Специально для программы «Время региона». На 150 юноармейцев по море стало больше. В ряды патриотов вступили воспитанники Архангельского техникума водных магистралей. Подростки прошли курс молодого бойца. На посвящение юноармейцам вручили значки и шевроны. Напомним, с каждым годом ряды юноармии пополняются в каждом районе области. Движение активно развивается. По всему региону создано уже 20 отрядов, которых более тысячи человек. На базе Архангельского техникума водных магистралей самый многочисленный отряд. Новые будут созданы еще в Виноградовском, Няндамском, Каргопольском районах и в Новодвинске. «Золотая осень» собрала 12 команд по мини-футболу со всего региона, а также в Оркуты. Третий ежегодный турнир прошел накануне в Вычигодском дворце спорта. Репортаж Дениса Дворяшина. «Не победим только Котлас» – этот девиз не раз звучал с трибун Вычигодского дворца спорта, где прошли трехдневные соревнования по мини-футболу среди 12 детских команд. Участие в них приняли мальчишки от 8 до 9 лет – из Архангельска, Северодвинска, Воркуты, Сосногорска, Каргополя, Ильинска-Подомского, Котласа и Коряжмы. Накал страстей во время этих игр был ничуть не меньше, чем у взрослых спортсменов. Ведь эти ребята, несмотря на юный возраст, настоящие энтузиасты футбола. Соревнования прошли по следующей схеме. Сначала команды разбили на четыре группы, в каждой из которых футболисты разыграли между собой первое, второе и третье место. На основе этих результатов были сформированы три дивизиона, соответственно, занятым местам. Это обеспечило очень напряженную борьбу в первом дивизионе, то есть были все равные соперники и была борьба очень серьезная. Как соперники у тебя? Хорошие, сложные, хорошая игра здесь в Котласе. Сложно было играть в Котласе, в Каргополе, мы со Снобороском, мы со Снобороском выиграли 7-0. Самые жаркие спортивные баталии разыгрались в первом дивизионе, куда вошли команды из Архангельска, Воркуты, Каргополя и Котласа. Каждый забитый мяч мог решить исход турнира. На последних минутах были нервы, когда подбивали штук, но я там мяч зацепил, он за мяч упал. А последняя игра за золотой кубок первого дивизиона между Котласской командой НТК-2008 и Воркута-Уголь стала одним из самых напряженных поединков футбольного турнира. Мальчишки обеих команд не желали уступать сопернику ни единого мяча. Однако, благодаря слаженной командной игре, котлашане все же оказались сильнее. Итог матча 3-2 в пользу НТК. Победа Котлашан – это, конечно же, заслуга и тренера юных футболистов Романа Тулаева. Сам Роман утверждает – главное – это командный дух. Прежде всего, работа на тренировках. Во-вторых, работа родителей, помощь родителей в подготовке к турниру. И в-третьих, они – команда, потому что мы один за всех. И еще за одного! Второе место в первом дивизионе досталось архангельским стрижам, а бронзу взяли ребята из Воркуты. Победителями второго дивизиона стала северодвинская команда «Строитель». А в третьем дивизионе с золота взяли также котлашане – команда НТК-2. В дикую природу выпустили Маханогова Сыча. Его привели в чувства после травм активисты центра «Мата-Мата», пишет 29.ru. Несколько недель назад Сыч прилетел в Архангельск в поисках пищи. Городские условия после леса оказались для него невыносимыми. В полете ударился в окно в одной из школ и получил черепно-мозговую травму. В центре «Мата-Мата» его выходили. Активисты поясняют, что сова пад осенью – привычное явление. Этому Сычу повезло, его вовремя обнаружили. После реабилитации сова на воле. Сегодня активисты «Мата-Мата» выхаживают ястреба. Скоро его также выпустят в дикую природу. На сегодня это все новости. Смотрите нас завтра в это же время на телеканале «Свой регион». С вами была Валентина Приходько. Всего доброго и хороших вам новостей.